Тамбов, административный центр Тамбовской области. Ну, этимологически это от реки Тамбов, и так как населяла первоначально Мордва, и вообще-то всё это Мордовия была, этимология полностью эрзианская, там Томбакс-Омут, Тамбака-Омут, то есть река с омутами, скорее всего, такое происхождение, а потом уже на реке построили, собственно, город Тамбов. Основан 17 апреля 1636 года, ну, вот в качестве крепости на диком поле, уже сначала ставили крепость, а потом заселяли крестьянами. Ну, крестьяне, кстати, были в значительной степени беглые, потому что территории были свободные, они пытались там на чернозём перебежать. Потом появились помещики, которые пытались их там земли захватить и крестьян закабалить. Было крупное восстание 1670 год, крестьяне осаждали Тамбов. Вообще Тамбовские волки, они вообще повстанческие, такие там у них традиции. Последний раз они восставали в 1920 году, как известно. Ну, и вообще город достаточно оппозиционный и до сих пор. Ну, постепенно, значит, ликвидировалась эта вся опасность степная. Пётр I привлекал тамбовских крестьян для рубки лесов, чтобы лес собрать и в Воронеж отправить, и флот там построить. Потом было булавинское восстание на Дону, которое аж до Тамбовского края дошло. Ну, об этом я рассказываю в хрониках в 1708 году. Уже где-то к середине XVIII века никакого смысла в крепостях не было. Екатерина в 1779 году из Воронежского наместничества сделала Тамбовское. То есть, вот Тамбов стал административным центром при Екатерине. Но Тамбовское наместничество было больше, чем Тамбовская область. Ходила часть Мордовии, потому что по национальному принципу они не выделяли. Липецкая частичная область, Воронежская, Пензенская, Рязанская и так далее. Но в целом, в Тамбов, когда перенесли административный центр, это было что-то типа большой деревни, улицы без мостовых грязные, то есть там даже без деревянных, деревянные дома, огороды и все такое. Ну, вот после этого начали строить там дома уже такие городские, гостиный двор, административный центр. И вот примерно в эту деревню назначили правителем Тамбовского наместничества Гаврила Державина. Державин был такой известный и поэт, и сановник. Он пытался сделать реку ЦНА судоходной, чтобы улучшить торговлю тамбовскими товарами, но так, в общем-то, и не сделал, насколько я понимаю. Ну, вот при Державине открыли народное училище, перевели туда духовную семинарию. В общем, Державин такой известный, там был администратор Тамбовский. В 1796 году это все переименовали в губернию, и в XIX век расцветает Черноземье именно как центр поставки зерна, не только на всю Российскую империю, но большой экспорт шоу зерна за границу. Вот уже в Тамбове начиналось Черноземье, которое, в принципе, в империи продолжалось там всю Украину, поэтому Россия была крупнейшим экспортером зерна. Но при этом постепенно развивается город, сделали первую гимназию, библиотеку, развивали там водоснабжение. Только в 1825 году первые мостовые, а так там грязь сплошная была. Ну и вот учебные всякие заведения, кадетский корпус, церкви интенсивно весь XIX век строили, которые сейчас стоят. К началу XIX века пищевая промышленность, Махорка, первое место в мире по Махорке было в Тамбове. Ну и всякие прочие предприятия первые возникают уже. После февральской революции в губернском исполкоме и в советах, и в официальном, в основном, значит, меньшевики и эсеры были. Окончательно власть меньшевиков и эсеров свергнута была двумя отрядами Красной Гвардии 30 января 1918 года. Вообще, в южных губерниях были популярны антибольшевистские партии, и даже в условиях всеобщей подтасовки выборов в учительное собрание они там кадетов проводили. Это связано с тем, что не хотели они хлеб отдавать в индустриальные центры, интересы индустриальных центров Москвы и Петербурга выражали большевики, которые там сразу власть захватили. Это что означало, что они будут любым способом хлеб получать с Черноземья, с Дона, с Сибири, которая тоже была продовольственной базой. Ну вот, собственно, эти все регионы были недовольны и первые же и восстали. То есть гражданская война, она вызвана не каким-то там царем, до которого всем было просто вообще похеру просто, а именно конкретными интересами регионов хлебных, которые пострадали, когда большевики развернули продразверстку. И вообще от этого всего перераспределения, что на всю страну сделать большой колхоз, это категорически южные регионы не устраивало, потому что им надо будет делиться с нечерноземными регионами и с Москвой и Петербургом, которые сами не сеют, не пашут, а только едят тамбовский хлеб. Ну вот, в связи с этим, с 17-го, 19-го июня 18-го года было крупное восстание эсеров под руководством Союза защиты Родины и Свободы, однако, было подавлено. Но поскольку Дон, Сибирь отпали, Украина тем более, Москва снабжалась в основном за счет тамбов Липецка-Воронежа. И, соответственно, они там держали войска максимально, Москва, чтобы там не восстали и хлеб не забрали у них. И обирали крестьян они существенно. Это привело уже где-то в 19-м году к восстанию, которое продолжалось до 21-го года крестьянское. На фоне этого генерал Мамонтов 18-го августа 19-го года, также на несколько дней занял город в ходе конного рейда. Ну и частично он сбросил там оружие этим повстанцам. Так или иначе, в 21-м году все подавили, потом пошел НЭП, война окончилась, снизили нагрузку на крестьянство, все более-менее успокоилось, пошла индустриализация, тамбовский вагоноремонтный завод, потом открыли педагогический институт, начали ликвидацию неграмотности. Параллельно с ликвидацией неграмотности, естественно, уничтожали тамбовский язык. Тамбовский язык весьма специфический южно-русской группы, отличается даже от воронежского, там собственные явления языковые имеются. Ну, в общем, поскольку тут не по-лингвистике, то не характеризую. В общем, был тамбовский язык, был уничтожен в процессе ликвидации неграмотности, как и сибирский язык, воронежский язык, поморский язык, новгородский и другие языки. На базе тракторных мастерских предпринимателя Махова создали в 32-м году завод автотрактора «Деталь». И, кстати, в 36-м году, поскольку Тухачевский подавлял восстание крестьян химическим оружием, предлагали переименовать город Тамбов в город Тухачевск. Однако, как раз в 37-м году его расстреляли, поэтому Тамбов в Тухачевск так и не переименовали. Ну, война, понятно, что переделали все на танки и воевали. В 60-е бурное промышленное развитие и в 70-е, в 80-е пик развития Тамбова, как и многих провинциальных городов России, СССР тогдашний. Вот как раз основные все здания, это, как правило, 70-е, 80-е. Там был пик всякого городского строительства, автовокзал, гостиницы всевозможные, рынки, спорткомплексы. Вот эти здания советские до сих пор стоят, и они, собственно, формируют основной облик Тамбова теперешнего. Потому что с тех пор особенно так ничего не строили. Ну, помимо торговых центров. Значит, географический Тамбов расположен на реке Цне. 460 километров до Москвы. Река Цна, по-моему, так и не судоходна, несмотря на все мечты разных губернаторов сделать ее судоходной. Московское время. Климат типичный для Черноземьи, умеренно континентальный. Зима наступает в декабре, непонятно когда, из-за неустойчивости погоды. Ну, в общем, где-то до конца декабря она точно наступит. Потом идут, в общем-то, покров снежный лежит, но периодически сильные оттепели. Это погода характерная и для Воронежа, и для Липецка, и для Тамбова тоже. Где-то в марте, тоже непонятно когда, снег сходит. Равнина, постоянно меняется ветер с северного на южный, отсюда колебания погоды. Лето достаточно жаркое, плюс 30 на Тамбовщине в среднем. Осадков сравнительно мало, все-таки это лесостепь, сравнительно сухой район. Ну, вот цифры, как обычно, вывожу. Экологически. Есть предприятия, которые загрязняют окружающую среду, но Тамбов все-таки считается достаточно чистым экологически. Во-первых, он небольшой, отсюда автомобилей-то сравнительно мало, которые в основном-то сейчас везде и загрязняют. Нет крупных металлургических и химических предприятий. Какие-то есть, но мелкие, химические. Есть хороший мусоросортировочный завод, на котором осуществляют переработку мусора. В связи с этим, несмотря на то, что экологическое положение соседнего Липецка ужасное, Тамбов как раз экологически достаточно чистый. В общем, сильно там зависит от размещения промышленности. А размещение промышленности в советское время определяли, так что вот не от нас зависит. Поэтому надо выбирать, получается, место жительства. Много в городе больших парков, хороших. Я там был в Тамбове, в парках в этих сидел. Центральный городской парк культуры и отдыха с многочисленными аттракционами и подвесным пешеходным мостом. На противоположный берег реки Цны, река Цна небольшая. Парк Победы с самолетом, там памятник самолету, ну и всевозможные там прочие всякие памятники военные. Лесопарк Дружба. Парков действительно много. По-моему, возле вокзала большой парк. Что-то помню, сижу в Тамбове, осень, листья падают. По-моему, это возле вокзала. Большой-большой парк. Какие-то тихие дворники. Что-то вот такое. И там рядом еще был вечный огонь. И я смотрел смену караула на вечном огне. Молодежь. Что-то, по-моему, старшие школьники. Вот что-то там такое машировали. С точки зрения численности населения, обычная картина. То есть, на пике это было 318 тысяч человек. Но с тех пор только падало, и сейчас 258. Превышение смертности над рождаемостью. То есть, мало размножаются. А зачем? Кормить-то невозможно детей. Ну и отъезд в Москву. У вас два основных фактора. Которые снижают численность населения Тамбова. Экономические. Преобладает легкая пищевая промышленность. Спиртзаводы, кондитерские фирмы, мясоперерабатывающий комбинат. Но так как специализация области, как я говорил, мясная. Соответственно, в Тамбове всякие колбасные изделия, мясные продукты. Из этого всего мяса делаются. Ну, там есть производство сыра. А как раз орбита-то, вот этот сыр орбита, это же Тамбовская. Предприятие орбита Тамбовская. Золотая корона тоже везде. Моя нас стоит, по крайней мере, тут на Черноземье. Это все Тамбовская тоже. Вот там и делают. Там коров реально много в Тамбове. Что-то зря они памятник к корове еще не поставили. Там памятников много в Тамбове, но сейчас расскажу. Ну, всякие там трикотаж и прочее, конечно, тоже есть. Производство стройматериалов. Из машиностроения завод подшипников. Тамбов Гальвана Техника и Тамбов МАШ. Тамбов МАШ делает средства индивидуальной защиты органов дыхания. Которые нам все пригодятся, когда будет ядерная война, а она вполне реальна. Металлообрабатывающая промышленность, производство быстро возводимых зданий из металлоконструкции, производство всевозможных деталей. Прямо в городе есть пригородное хозяйство по разведению крупного рогатого скота, то есть тех самых коров. Работает до сих пор Тамбовский вагоноремонтный завод, одно из старейших предприятий, довольно развитое. Есть немножко химической промышленности, а у его пигмент выпускают органические пигменты и красители. Резинопласт, ну в общем они не такие большие, чтобы весь город затянуть гнусным дымом, как это в некоторых городах бывает, допустим в Апатитах. Электронная промышленность небольшая есть, Тамбов аппарат и так далее. Но в целом для небольшого города 250 тысяч человек промышленность достаточно развита. Из торговли проводится международная Покровская ярмарка, крупное мероприятие, приуроченное к Покрову так называемой Пресвятой Богородицы. Ну и там в общем участвует всевозможная по всей России такая крупная ярмарка с участием звезд российской эстрады, крупные мероприятия торговые и одновременно культурные. С точки зрения транспорта, федеральная трасса Каспий, Москва-Астрахань, ну хорошо там с дорогами, со всевозможными. Также можно от Москвы доехать по федеральной трассе Дон до Ельца, а далее на Липецк и Тамбов. Липецк и Тамбов хорошо соединены, в Тамбов я попадал естественно из Липецка, а в Липецк из Воронежа, да. Городской транспорт, троллейбусы, автобусы, маршрутки. Ну традиционно троллейбусы загибаются, в постсоветский период сокращается их парк, сокращаются все линии, но еще не уничтожены полностью троллейбусы. Автобусы муниципальные тоже загибаются, их переводят на газомоторные, чтобы они меньше загрязняли, но в целом все равно парк муниципальных автобусов сокращается, соответственно, что у нас преобладает маршрутки, как и везде в Тамбове. Основное все, да, маршрутные такси, но остановки хорошо оборудованы, там допустим на остановках показывают время до прибытия маршрута, бесплатный Wi-Fi и так далее. С интернетами там хорошо, я как раз с этой, с таблетки, с мобильного-то, с этого устройства там сидел, интернет там хорошо ловится и прекрасно. В Тамбове там везде. Короче, и Wi-Fi там есть, и вот этот, который МТС, там всякий Skylink, прекрасно ловится. Автовокзал Северный, в 83-м году построили автовокзал Тамбов, который был основным, но в 2020-м его закрыли, и сейчас только автовокзал Северный. Станция Тамбов это юго-восточная железная дорога, линии на Мичуринск, на Саратов, на Камышин, ну естественно Москва, ну в основном Москва, Саратов вот, и потом дальше из Саратова уже туда дальше на юг. Санкт-Петербург, Астрахань поезд там ходит, Новосибирск, Бетгород ходит, на Краснодарский край ходят поезда, ну в принципе в общем, железнодорожный узел, центральная Россия, попасть можно куда угодно. Аэропорт Тамбов, 10 километров от города, федеральный с 2020 года. Был длительный перерыв, аэропорт не работал, но вроде как в нулевые восстановили, и кое-какие рейсы отправляются. Центр высшего образования Тамбовской области, Тамбовский госуниверситет имени Державина, технический университет, музыкально-педагогический институт, и вот всевозможные филиалы московские. С точки зрения науки, прикладная наука, допустим, там есть Российский научно-исследовательский институт использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве. Ну и есть еще институт медико-информационных реабилитационных технологий, ну такого рода. Естественно, институт сельского хозяйства, раз это у них профильное, институт машиностроения и так далее. Там есть детский технопарк «Кванториум». Музеев много, крупный музей, естественно, Тамбовский областной краеведческий музей, музейно-выставочный центр, картинная галерея, музей истории медицины. Там любят музеи, вот я в Тамбове-то был, там много маленьких музеев. Вот так идешь по центру, и все время музей, музей, это, естественно, я с культурной целью посещал, поэтому в музей во все эти залазил, с музейными работниками беседовал. Они мне там про Антоновское восстание много чего там поведали, было довольно интересно. Есть дом музея Чечерина, музейный комплекс усадьбы Осеевых. На каждом заводе, допустим, музей истории вагоноремонтного завода есть, музей истории Тамбовской почты и все вот такое прочее. В целом там о культуре точно заботятся. В Тамбове местной это заметно и потому, как город оформлен, это и есть там, да. Довольно уютный такой город, хотя мне показалось, что он большой, но может потому, что я пешком там ходил и здесь смотрел. Вроде он так по цифрам-то маленький, 250 тысяч. Мне показалось, что большой город, как раз вот этого доминирования высоток, как в Липецке, я не заметил. Как правило, малоэтажный, может быть, я не заходил в микрорайоны, где высотки. Малоэтажный, довольно так хорошо выглядит, с хорошими вот этими паузами, вот там, где парки, там как бы прерывается вся вот эта застройка, да. В целом город мне даже напоминал Симферополь и в этом плане понравился. Художественные фильмы снимались в Тамбове, например, «Судьба человека», «Мальчик хочет Тамбов», есть известные песни и клип, естественно, в Тамбове снимали. «Парижане» фильм, потом «Жила-была одна баба», известный фильм про Антоновское восстание 2011 года, снимался, естественно, в Тамбове и в области. Довольно много актеров и режиссеров связаны с Тамбовым и с областью, например, Владимир Зельдин, известный Лолита Милянская, кончалот Тамбовский филиал Московского института культуры и так далее. Много там, короче, актеров из Тамбова. Что касается средств массовой информации, есть информационный портал «Твой Тамбов» в интернетах. Ну, там в основном местные газеты общечерноземные, допустим, «Комсомольская правда», «Воронеж Черноземье» также и про Тамбов пишут. Или там есть «Московский комсомолец» в Тамбове, вот такие там газеты местные. В телевидении есть государственная телерадиовещательная компания «Тамбов», также есть «Тамбовская губерния», вот такие вот, и телеканал «Новый век». С точки зрения религии в основном православие, как везде, на Черноземье, но также есть католики, пятидесятники, баптисты, как положено, и армянская церковь строится. Ну, преобладает православие, причем застройка вся православная девятнадцатого века в основном. Спасо-Преображенский кафедральный собор, храм Казанской иконы Божьей Матери, несколько монастырей, ну, римский католический храм, стильный, как обычно есть. Часть храмов разрушили большевики, но они не системно их разрушали, они место освобождали под какие-нибудь постройки. То есть, штук так десять храмов они там разрушили, а основная часть сохранилась. Общественные сооружения есть тоже девятнадцатого века, допустим, Тамбовский государственный драмтеатр, тоже они являются памятниками и архитектуры тоже. Краеведческий музей тоже в старинном доме. Жилой дом Сатина есть, сделанный в неорусском стиле, такие всякие есть. В Тамбове помимо музеев любят памятники, там очень много тоже памятников, концентрация памятников явно выше, чем в Воронеже и в Липецке. Ну, например, там есть памятник поэту Лермонтову, Зое Космодивьянской, есть памятник танку Тамбовский колхозник. Вообще, видимо, у них мышление такое вот мемориальное. Там, говорю, много музеев и много памятников, и даже самооформление там улиц такое вот достаточно стильное. В общем, любят они там старину в Тамбове и памятники. Вечный огонь, упоминал я уже, был я там при смене караула. Мемориал «Скорбящая я мать», самолеты тоже стоят времен войны, памятник медикам Великой Отечественной войны, памятник Державину. Есть памятник тамбовскому мужику в Тамбове. Вот везде ставят памятник каким-то гнидам каким-то, да, и только в Тамбове, наконец, мужику поставили. Молодцы. Памятник вечному студенту перед корпусом университета. Даже памятник Сталину коммунисты поставили. Есть памятник лосям, скульптурная композиция «Семья лосей». Памятник тамбовской казначейши, памятник благородной девице, памятник тамбовскому волку, памятник русско-французской дружбы и так далее. Ну, я говорю, вообще в Тамбове, да, интересно, концентрация всяких культурных объектов высокая для маленького города. То ходят все время там памятники, музеи и все такое. И такие достаточно общительные музейные работники, которые с удовольствием рассказывают о культуре Тамбова. В общем, в целом мне, кстати, в Тамбове как раз понравилось. В этом плане. В этом плане.